Победитель личного мероприятия Победитель личного мероприятия Победитель личного мероприятия Победитель личного мероприятия Я подумал, что самый лучший вид спорта – это гимнастика. Она тебе помогала, скажем, учиться? Она мне помогала учиться, вообще проводить время. Обязательная программа. Из спортивной лексики взято это выражение. Но и в жизни человек должен выполнить обязательную для себя программу и воспитать в себе необходимые для этого качества, выработать твердые принципы. О ком бы ни шла речь – о враче, рабочем, учителе, спортсмене. Этот фильм о спортсмене. О 19-летнем Николае Андрианове, который начинает свой путь в большой гимнастике. Тренер Андрианова, заслуженный тренер СССР Николай Григорьевич Толкачев. Началось-то, собственно, все с того, что он пришел. Были у него неплохие физические данные, были определенные недостатки. Ну, из физических качеств, конечно, недостатки, но они легко устраняются временем и тренировками. Учился он плохо, может быть, не хотел, может быть, был бесконтролен, мать работала, а отца нет. Он не один, младший, правда, в семье. Ну, мы разобрались там, сколько двоек, по каким предметам. В основном-то по двум предметам не было двоек-то. По труду и по физкультуре. А остальные все двойка. Вот. Понравилась ему гимнастика. Глаза у него хорошие были. Хоть он и безобразничать уже умел в это время, а глаза все-таки еще были хорошие. Начал тренироваться и по математике, и по арифметике тогда, и по гимнастике. Вот в пятом классе мы уже одолели арифметику. Скажем, у нас обе стояла одинаковая задача. Победить. Кто быстрее, он решит на бумаге, скажем, какой-то арифметический пример, а я должен был это решить уме. А задачи были простые. Надо закончить 10 классов и стать мастером спорта. Такая ближайшая задача. Ну, и Коле удалось все-таки осуществить эту задачу. Он стал мастером спорта, 10 классов закончил. В институт поступил, учится, вот сейчас тренируется. Вот так становится человек. Человеком, для которого главный, а может быть, единственный интерес в жизни гимнастика. Спору нет, красиво, захватывает. Впрочем, как всякое спортивное зрелище. Но ведь спорт, это в конце концов только игра. Не слишком ли мало для человека? Весь смысл моей работы, скажем, с этими репетическими, в этом и заключается. Чтобы мы не поняли, что через гимнастику ты можешь принести добро людям, воспитывать и другие через гимнастику. Эстетический вкус. Потом стать тренером. Свои знания, умения. Передать своим ребятам. Вот он делает всегда, он помогает много в школе. Очень много. Маленьким и старшим ребятам всегда это. А вернувшись к Лорану, он не переменил вот такого своего рабочего отношения? Нет, наоборот. Им изменилось отношение ребят к ему. Вот, малыши просто притихли как-то. Вот раньше они с ним возились, боролись. А здесь они увидели его совершенно с другой стороны. Вот такой Коля, Коля Андреянов, Коля Андреянов. Ну, а когда Коля немножечко попал, тренировались дома, все просто стало в свою колею. Мы по-прежнему боролись с малышами, по-прежнему догоняшки играли, по-прежнему ругались, дружили. Ребята так и привыкли, что Коля как только гимнаст, их гимнаст из их школы, на школе. Пожалуй, за последние годы никогда еще прогнозы специалистов перед очередным чемпионатом страны по гимнастике не были такими осторожными. Только в одном сходились мнения. Главная борьба развернется между Михаилом Воронином, Виктором Клименко, Николаем Андреяновым. Однако вряд ли кто думал, что самый юный из этой тройки захватит лидерство с первого дня соревнования. Вольное упражнение. Лирический пролог к соревнованиям гимнастов. Для нас, зрителей. А для спортсменов, стартовый рывок, от которого зависит, может быть, не столько конечный результат, сколько настроение спортсмена. Коль это верно, самое хорошее настроение было у Андреянова. Андреянов 9,45 балла. Его соперники, Воронин и Клименко, 9,2. На коне Андреянов получил 9,5. Оценка неплохая, но... Тут Воронин мог наверстать упущенное. Это ведь его коронный снаряд. И вдруг, чего никто не ожидал, всего 8,4 балла. У Клименко 9,3. И вот кольца. Еще мгновение, и Николай уже не ощутит ободряющего прикосновения тренерской руки. А для Николая Григорьевича эта минута, пожалуй, одна из самых тревожных. Он-то хорошо знает, что пока его ученику трудно превзойти Воронина и Клименко на этом снаряде. Николаю сейчас необходимо показать свой лучший результат. Спасибо. А выступает Михаил Воронин. На кольцах Михаил Воронин. Внимательно наблюдает за его выступлением Николай. И действительно, здесь Воронин и Клименко отыгрывают десятые доли балла. Кто знает, не окажутся ли они, в конце концов, решающими. Андрианов юн не только по возрасту. Год назад он приехал в Мадрид на чемпионат Европы в запасную. Но один из ведущих наших гимнастов получил травму. На помост вышел Николай. И малоизвестный спортсмен выступил блистательно. Две золотые, две серебряные медали. Общее третье место. Случайность или закономерность? Об этом специалисты и болельщики спорили до самого киевского первенства. И вот сейчас, перед четвертым снарядом, брусьями, Андрианов значительно опережает Клименко и Воронина. Он единственный, кто сумел избежать срывов. Клименко и Воронина. Клименко и Воронина. Но что это? Да, лидер допустил грубейшую ошибку в комбинации на брусьях. Сейчас вы увидите, как это произошло. Неправдоподобно низкая, однако, справедливая оценка, 7 баллов, внезапно отбросила Андрианова на пятое место. Сумеет ли он взять реванш в последний день соревнований? Удастся ли ему снова стать лидером? Вот когда, казалось, обрели весомый аргумент осторожные голоса, говорившие после мадридского чемпионата о неустоявшемся мастерстве Андрианова, прочившие ему неизбежные срывы. Старший тренер юношеской сборной Виктор Александрович Корольков. По его возрасту у него могут быть сейчас и очень высокие результаты, и могут быть и спады по его возрасту. Он еще нельзя, нельзя его считать совершенно устоявшимся гимнастом. Как вы считаете, способен он к самостоятельному творчеству? Не думаю. Думаю, что ему нужен руководитель. Один из тренеров сборной команды страны – Михаил Клименко. Мне кажется, сейчас уже сможет добиваться высоких результатов. Сможет, потому что он сейчас находится на таком уровне, что уже, мне кажется, роль тренера так, конечно, серьезная, чисто психологически, но он добился многого, и он встал в строй основных наших сильнейших гимнастов, и он будет выиграть. Как по-вашему, над чем Андрианову нужно работать прежде всего? На брусьях, я считаю, его слабое место в работе, в упоре на брусьях. Там у него сгибается рука при оберучном повороте, при работе в упоре. И еще слабость у него – это немягкие плечи. Что еще было лучше, он красивее был гимнастом, если был помягче в плечах, немножко дубоватый в плечах. Коля сейчас еще не обладает достаточной мужской силой, чтобы на этом силовом снаряде показать все то, что он покажет через два года. Можно ли уже в сегодняшнем Андрианове разглядеть того гимнаста, каким по убеждению тренера он станет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, с сегодняшней точки, с сегодняшнего он самый сильный в Советском Союзе сексовых сверстников. Второго такого Андрианова в Советском Союзе нет. И, как видите, Мадрид показал, что, вероятно, и в Европе нет такого второго. Можно ли назвать Андрианова большим гимнастом, так сказать, от рождения? Я не знаю, мне кажется, что все-таки в нем еще многое должно добавиться к тому, что у него есть. Да, Коля художник. Художник. У него что-то такое от рождения. Он парень, ну, талант бывает по-разному. Бывает от рождения талант, бывает парень трудолюбивый, трудом добивается. Вот Николай, мне кажется, родился. У него есть такое, что, может быть, и трудом не добьешься. У него тяжело выступать, когда уже имя есть. Он не ожидал, что он будет чемпионом Европы, и вдруг стал чемпионом Европы. Приезжает на первенство России, выступает, и выступает немножко неудачно. Ну, снаряда два он завалил. На спорте-однародов он упал на коне. Когда уже имя есть, ошибаться нельзя, надо чисто психологически готовить. И мне кажется, он с этой точки зрения не подошел к соревнованиям. Вот это одно из поразительных качеств, что Андрианов на этих соревнованиях не чувствовал с ним вот этого волнения, вот этой лихорадки, которая свойственна гимнастам, особенно гимнастам-дебютантам. Он совершенно работал на подъеме. Да, я скажу, что на чемпионате Европы вообще-то легче выступать. Легче, в смысле, там конкурентов поменьше, чем у нас на первенстве Советского Союза. Здесь очень много гимнастов примерно равных по силе. И малейший срыв уже приводит к тому, что ты занимаешься вместо гораздо дальше, чем мог занять. По условиям соревнований, оценки того дня, когда Николай сорвался на брусьях, не влияли на результат многоборья. Зато срыв этот вполне мог вывести гимнаста из равновесия. А ведь впереди финальная, решающая стадия чемпионата. Андрианов в последний день сразу же заявил, что намерен сражаться до конца. Заявил отличными выступлениями в вольных упражнениях и на коне. И вот снова брусья. Заявил отличные выступления. Идем. АПЛОДИСМЕНТЫ Исполнение безукоризненное. Оценка предельно высокая. 9,7 балла. В момент наивысшей радости, которую дает трудная победа, спортсмен не просто поднимается над своими соперниками. В этот краткий миг, как и в минуту поединка со снарядом, будто исчезают годы тренировок и спартанского режима. Остается только одно. Победа. Но это лишь на миг. Или на час. А потом неизбежно приходит другое. Как устоять на этой ступеньке? Устоять или подняться еще выше? Ну, а что тебя вот больше всего привлекает в гимнастике? Ну, в гимнастике меня больше всего привлекает гимнастика, понимаете, это красота, риск, сложность, сила. Ну, в общем, это все не скажешь сразу. Какие у тебя планы на будущее в гимнастике? Самая большая мечта – это участвовать на двух олимпийских играх и завевать хотя бы одну золотую медаль в командной первенстве. Ну, а ты веришь в осуществление этих планов? В осуществление этих планов я верю. Для Андрианова начинается самая, пожалуй, трудная часть его обязательной программы. Но и он, и Николай Григорьевич Толкачев верят, что программа эта будет выполнена на гимнастическом помосте и в жизни. Потому что каждый, кто стремится к большой цели, должен выполнить свою обязательную программу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...